всем привет в ремонте сегодня у меня reno sandero двигатель 1.4 восьмиклапатный замена ремня грм и помпы в комплект входит накладка для помпы сам ремень грм дайка видно данный вот такой ремешок так так помпа вот номер и натяжной ролик сборка российская так что смотрите комплект разные российская и французская первую очередь для замены фиксируем автомобиль поднимаем его и снимаем колесо правое переднее для удобства снял защиту чтобы подлезть шкиву коленвала защита крепится со стороны колеса снимайте такой колпачок откручиваете потом внизу с ямы достаете шплинтик такой сначала шляпку достаете а потом сам фиксатор и сбоку незаметно еще под защитой вот такая штучка тоже отверточкой подкал выливаете и достаете советую приобрести себе вот такую отверточку на китае купил сначала купил наборы пластиковые честно со всего набора пользовался тоже типа такой лопаткой пластиковая но она мягковатая круче универсальная отвертка такая для всех на 80 процентов можно такой штучкой снять все заклепки так теперь подлез сниму еще вот эту тяжку сверху болтик и снизу с рычага гайку откручу и сниму чтобы не мешало так чтобы снять шкив ну первую очередь хочу сначала открутить болт центральных вставлю сюда монтировку чтобы колесо не вращалась и откручу вот таким образом зафиксировал колесо включил четвертую передачу ручник и открутил бы теперь при открутил теперь надо скинуть ремень с генератора снимаем натяжите здесь болтик приподнимаем натяжной ролик вот он по центру и скидываем ремень снизу второй болтик который крепит натяжной ролик открутили и приподняли его кверху как видите снял шкив и место для звезды все масле то есть сальник нужно менять так 60 тысяч назад менял ремень грм и все было сухо так что рекомендую когда пробег подходит к 120 тысячам по-любому менять сальник коленвала то есть как я понял до 100 тысяч сальник еще ходит а потом уже текет вот так так что сейчас езжу на рынок куплю скорее всего какой-нибудь карте к тому что они вроде как неплохо ходят и заодно и поменяю этот сальник чтобы не подвешивать двигатель я монтировку сюда подсуну приподнял и подставил такую проставочку когда откручу верхнюю подушку двигатель просто ляжет на подрамник все теперь сверху чтобы подлезть крышкам снимаем правую подушку двигателя открутил 5 болтов на крючок на 17 вот и все вот эта конструкция снимается тем самым нам дают хороший доступ к крышкам грима все теперь снимаем верхнюю крышечку и смотрим на сам грим решил снять крышку и более досконально показать как она крепится смотрите нижняя крышечка на 4 болтика болтики на 8 и здесь верхняя крышка крепится на 5 болтов 4 из них на 17 и 1 вроде бы на 13 не обманываю на 13 раз два три 4 и на 10 и смотрите учитывайте что они отличаются по длине имейте ввиду все так теперь сняли крышку теперь видно где что у нас стоит такая система теперь ставим ремень по меткам отмечаем корректором и снимаем натяжной ролик и скидываем сам ремень метки на грм расположены здесь на распредвале на шкиве видите вот стрелочка по центру и должен к этому домику перевернутым располагаться на коленвале выкручиваем болт там под датчиком весь отверстие блестит болт уже откручен точечка посередине туда вкручивается специнструмент можно использовать самому взять вот такой болт отмерить 7 с половиной сантиметров вот так и закон трогаясь 7 с половиной сантиметров и потом вкручиваем этот болт упирается упирается в коленвал то есть точнее в гугель коленвала и тем самым не дает ему провернуться вращаем коленвал только по часовой стрелке все метки тогда учатся выставлены и ослабляем натяжной ролик и скидываем ремень достал сальник коленвала передний достал его взял отвертку еще так внутрь подковырнул и он достался так купил сальник виктор рейнс размер как вы видите 35 47 на толщина на 6 все очистил поверхность сейчас буду вставлю и аккуратненько запрессую его вперед хочу показать как я запрессовываю сальник на коленвале короче если просто взять его и засовывать он будет запусывать внутреннюю сторону и круче плохо будет не получится круче вырезаете из трубки такую трубочку пластинку одеваете его сначала она внутреннюю сторону сальника а потом эту всю конструкцию делаете на коленвал тем самым он не даст загнуться внутренней полости сальника и тем самым зайдет хорошо вот такая штучка используйте стал помпу охлаждающая жидкость сразу не сливал вообще даже с радиатора не трогал начал откручивать поставил тазик и вот этот болтик откручиваешь жидкость сливается ну и так же это то есть машина поднятая слилось там литра на а3 жидкости после этого я ее откинул полностью слилась оставшиеся машину немножко опустил там еще думаю пол литра слилась а потом немного приподнял ее и все перестала капать мне кажется это лучший вариант будет все оставим сейчас новую прокладочку ставим она идет в комплекте болт закручиваем шпильку точнее продолжаем вот помпу поменял осталось один болтик на 10 процент все болты зажимаем равномерно чтобы не было никакого перекоса теперь накидываем ремешок и натягиваем поставил ремень грим так обратите внимание что на ремень грим есть метки вот полосочка это уже заводская стоит на распредвале и на коленвале там же попозже покажу по поводу натяжного ролика звездой посередине вставляем и поворачиваем против часовой стрелки натягиваем его чтобы вот эти выступы совпали и зажимаем ключиком на 13 внизу смотри стрелочка внизу тоже полоска они должны совпасть все оставим кожух не кожуха ставим шкив и зажимаем болт зажимаем его с усилием 30 ньютона метра и по мануалу пишется что надо повернуть еще на 80 градусов довернуть все зажимаем для перестраховки перед заводкой прокрутите двигатель на пару оборотов вот и все на этом работа закончена завел работает хорошо равномерно без перебоев осталось наклеить вот такую наклеечку так кому не лень пишите в комментариях как по поводу этого ремонта и подсказывайте мне что вот первая строка это когда была сделана то потом километраж и вот эта штучка я не знаю что это кто знает пишите все всем пока лайки от вас пока